рада приветствовать вас на своем канале и сегодня будет видео заявка на участие в сп без границ который организовала лилечка с канала сплошные крестики и такой вот сюжет я планирую вышить в рамках данного сп и немного истории скажем так с чего все началось приходом на youtube мне пришлось скажем так все чаще бывать в группе в контакте отправлять фотографии с различных проектов общаться с девочками и в том числе у меня начали появляться различные подписки и на вышивальные группы и зайдя как-то в контакт я увидела в своей ленте вот этот замечательный трамвай стоит сказать что у меня старший ребенок артем он просто обожает электро транспорт он увлекается им он знает о нем все у него есть куча книг у него есть куча игрушек сам себе делает то что он хочет не имея никаких инструкций ничего где бы мы не встречали на своем пути трамвай или какой-либо другой электротранспорт обязательно фотографируем обязательно его рассматриваем останавливаемся посмотреть потрогать пощупать у нас уже как обязательная программа поездки на детскую железную дорогу каждым летом а а Этим летом мы открыли для себя детскую железную дорогу во Львове. Поездки в музей паровозов в Киеве обязательные, по нескольку раз в год покататься на паровозах. И обязательное условие это каждой осенью в октябре в Киеве проходит парад трамваев. Несмотря на то, что мы живем на Борщаговке и у нас здесь ходят свои трамваи, все равно мы едем посмотреть на трамваи. И это у нас самое большое событие в жизни. У Артема даже как-то брали интервью на таком параде, но к сожалению я не нашла видео, остались только фото. Поэтому вот этот трамвай, он меня просто покорил. Я прошла по ссылке, это был розыгрыш экспресс-конфетки в группе беседка-вышивальщиц. Ну и конечно я не смогла пройти мимо этого розыгрыша, я тут же зарегистрировалась в данной группе, так как не была зарегистрирована. Я сделала репост данной записи, лайкнула. На этом я не остановилась. Я написала внизу данной записи еще комментарий, что данный трамвай очень сильно похож на трамвай, который ходит в Киеве по маршруту номер 1 и номер 2. И что я очень сильно хочу эту схему вышить своему ребенку, который просто обожает электротранспорт и который будет, мне кажется, на седьмом небе от счастья от такой интересной вышивки. Зарегистрировалась в данном розыгрыше я буквально в последние часы, когда можно было это сделать, то есть я в последние, в последние минуты успела в него впихнуться. На следующий день, по-моему, уже были результаты. Вообще розыгрыш длился две недели, но так как я присоединилась в самом конце, то я результаты узнала на следующий день. Я не выиграла данную схему, рандом выбрал другую победительницу, но дизайнер данной схемы подарила ее мне и еще одной участнице, которая также оставляла комментарии, которой также очень понравилась данная схема. И буквально через пару часов данная схемка была мне скинута. Моей радости, конечно, не было предела. Но это так все. Вводные моменты. Теперь же я вам расскажу, что это за схема и чей это дизайн. Дизайн называется трамвай номер 10. Разработчик данной схемы Валентина Светлова. Прислала она мне несколько файлов данному дизайну. Цветная схема. Цветная схема с бэком. Черно-белая схема. И черно-белая схема с бэком. Скажу вам небольшие кусочки. Я попросила мужа распечатать мне два варианта. Черно-белая без бэка. И цветная с бэком. Схемка находится на четырех листах. Второй, третий, четвертый. И также к ней дан ключ. Сейчас я вам покажу цветной ключ к данной схеме. Вот инструкция и ключ к схеме трамвай номер 10. Здесь не указан. Разработчик. Разработчик схемки у нас дан на листах самой схемы. Валентина Светлова. Схема разделена на десятки. Отсчет крестиков у нас идет от середины схемы. То есть 0 и в эту сторону 6 десятков. И также вот в другую сторону идет. Также есть по три клеточки наложения, чтобы можно было удобно соединить данные схемки. Не знаю еще по какой схеме я буду работать. По черно-белой или по цветной. Все будет, скажем так, в процессе. Также со схемкой мне были присланы вот такие вот циферки. Я сначала хотела сделать трамвай номер 1. Просто убрать нолик. А потом решила, что нет, ребенок мне не простит такой неточности. Так как трамваи, которые ходят по маршруту номер 1, они всегда двухсекционные. А односекционные трамваи ходят по маршруту номер 2. То есть мне надо будет заменить маршрут с 10 на 2. С этими цифрами мне будет еще проще это сделать. В ключе указано, что палитра дана в нитках DMC. Рекомендована канва 28 каунт. Размер 23 на 25 сантиметров. Полный крест в две нити используется на данной схемке. И также полукрест в две нити и бэкстич в одну нить. Ключ не очень удобный. Номера идут как-то не по порядку. Я сидела долго разбиралась. Также здесь есть бленды, которые не вынесены как-то в отдельную сторону. И здесь вот немного цифры у нас смещаются. Номера. Работу над данным проектом я начала с того, что выписала для себя номера по порядку. Тоже не совсем по порядку. Так как не всегда сразу все замечалось. Которые номера мне дала сестра ниток. Некоторые я искала соответствия в другой палитре. Вот у меня есть ПМК имени Кирова. И вот, собственно говоря, мои ниточки. Те, которые дала мне Леся. Это нитки DMC. Поключу эти ниточки DMC. И вот этот небольшой кусочек я у нее отрезала. Его надо совсем немного. Также есть у меня ПМК Кирова. Черный, один красный и белый. Вот это еще DMC. И, и, и. И все. Остача СХС. Так как это моя такая первая работа после длительного пропуска между вышивкой и нитками. Именно картин, а не прикладных каких-то работ. Я уже не раз говорила, что я боюсь приступить к ниткам. Вернуться к ним. Но все-таки для любимого сыночка я решилась. Но нитки решила покупать не DMC. Так как DMC довольно дорого стоит. Скажем так, проект первый пробный. И 28 цветов. Вольно большую сумму это бы все вытекло. Поэтому я взяла нитки СХС. И у меня еще одного цвета не хватает. Ну и раз уж бороться со своими страхами. Как говорится, побороть их можно двумя способами. Либо потихоньку, понемножку. Либо, как учат плавать, выкидывают с лодки. И уже выгребайся как хочешь. Вот я решила, скажем так, выгребаться как хочешь. Я беру сразу авторскую схему. С самоподбором, скажем так, различными нитками различных производителей. Намного проще было бы взять готовый набор для начала. Но нет, я легких путей не ищу. Это как раз тот сюжет, который задел меня за живое. Зацепил меня за самую душу. Поэтому, пожалуй, будем перебарывать свои страхи резко и быстро. Ну и кроме того, я решила выбрать ткань равномерного переплетения. Да-да, я не знаю, что у меня получится. Но для ребенка я буду очень сильно стараться. Этот отрез ткани мне дала, подарила моя рукодельная фея, моя сестричка. Опять же, она меня поддержала, когда я только получила данную схемку. Я сразу же позвонила ей, давай делиться своей радостью. Говорю, я не знаю, на чем ее вышивать и нитки. Она посмотрела, какие у нее есть цвета в наличии, предоставила мне нитки. И в том числе сказала, что она мне даст ткань равномерного переплетения. Единственное, она не помнит, какой это или Белфаст, или Мурана 32 каунта. Картинка, как вы видите, выйдет не очень большая. Я ее сразу по краям обработала зигзагом. И также уже сделана разметка. Единственное, что кусочек мой помятый. Не подумала я сразу его прогладить. А теперь уже с мононитью, конечно, его гладить я не буду. Разметка не на полной. Трамвайчик, вы видите, он тоже занимает не полное место. Я разметила буквально на сам трамвай. Уже полоски рельс, провода. Я думаю, это можно будет и без разметки, либо размечу дополнительно. Размечать мне также помогала сестра. Здесь уже размечала я. Видите, у меня вообще все в разные стороны пошло. Очень удивительно мне было, как она начала разметку. Я когда размечаю канву для своих зверей из серии взгляд, я полностью пересчитываю все клеточки, и вычитаю то количество, которое надо на вышивку, и остаток делю пополам, и потом заново же пересчитываю. Здесь же она сложила это все. Квадратик определила серединку, и так быстро Жужук сделала мне разметку. Я уже сидела, далее доделывала сама. Когда я сидела, делала разметку, очень интересна была реакция моих домашних на все это. Долго они молча смотрели, что я делаю, потом не выдержали, говорят, а что ты вообще такое непонятное делаешь? То есть, да, девочки, для моей семьи это еще что-то непонятное и непривычное. Так как рамы у меня нету, пользоваться в данной работе я буду своими старенькими пяльцами. Мне кажется, они идеально подойдут для данного проекта. Они такие же красные, как и трамвайчик. Кроме того, буду использовать иглы номер 24. Ну и также, неизменный помощник, это мои ножнички. Вот, пожалуй, и вся моя подготовка. Не знаю, для меня это первый такой неточный процесс, поэтому, возможно, я что-то не сказала, то, что интересно вам. Прошу прощения, надеюсь, вам было интересно. Будем преодолевать свои страхи. Тем более, что это лето в нашей семье идет под девизом преодоления страхов. Дети мне показали достойный пример. Этим летом Артем у нас первый раз спускался на Тарзанке. Если первый раз на видео видно, какой он испуган и какие у него большие глаза, то на следующий раз, буквально через пару дней, он уже с огромным восторгом просился еще раз съехать. И второй спуск ему доставил намного больше удовольствия. И вслед за ним, меньший также захотел спуститься с Тарзанки. Но там, где спускался Артем, было довольно высоко. Нам предложили пройти канаточное препятствие и в конце спуститься. К сожалению, такого видео у меня нету, так как ребенок немного боялся. И я бегала вокруг него и все просила снимите. Мне его не надо, нам это все. Ребенок взял себя в руки, также преодолел свой страх и спустился. Поэтому как-то негоже маме чего-то бояться. Раз уж сыновья смогли преодолеть такой страх, то что здесь страх вышивки, это мелочи по сравнению с тем подвигом, который сделали они. Так что вперед, так сказать, за орденами. Как говорится, волна с головой. Желайте мне удач. Я с вами прощаюсь. Я говорю вам, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин